МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши информационная программа Республика в студии Ольга Пырочкина. В селе Новый Чурашево и Бресенского района уже полгода работает новое предприятие. Весной в район пришел новый инвестор, который открыл цех по сбору, приемке и первичной переработке сырого молока. Глава Чуваши лично познакомился с работой молочного завода. Раньше на этом месте находился консервный цех колхоза «Красный партизан», который так и не достроили. Лишь в этом году ситуация изменилась, отмечает глава администрации и Бресенского района. Партизан тут довольно-таки приличная площадь. Сейчас, в настоящее время, они от населения и других сельхозтоваропроизводителей в сутки собирают и охлаждают около 100 тонн молока. И собирают по приличной нормальной цене. У сельхозорганизации молоко закупается от 19 рублей за литр. У населения – от 16 рублей. Пока предприятие работает не на полную мощность. В сутки здесь могут принимать до 150 тонн молока. Но хозяева молозавода не собираются останавливаться на достигнутом. К началу следующего лета на пустующих площадях появится новый цех по глубокой переработке сырья. Здесь будут производить сливочное масло и сухое обезжиренное молоко. Строительство второй очереди обойдется в 50 миллионов рублей. Когда глубокая переработка начнется, значит, дополнительные рабочие места сразу пополнится бюджет муниципального образования. На небольшом заводе трудится 15 человек. Но с расширением производства появится возможность дополнительно трудоустроить еще 45. Они на сегодняшний день удовлетворены. То, что взяли вот этот цех, на первом этапе организовали, во-первых, 15 рабочих мест. Люди работают, люди удовлетворены. И на уровне сельского поселения, в населенных пунктах, создается конкурентная среда. Цены на молоко пошли в рост. Для сельхозтоваропроизводителей это очень важно. В прошлом году, когда цены упали в летнее время, мы даже с бюджета выделяли, потому что не могли себестоимость перекрывать по цене реализации. В данном случае сейчас те производители, которые продают сюда молоко, от качества, от жирности, они получают даже более чем 20 рублей. И я могу сказать, и я это хочу подчеркнуть, основным источником для сельхозтоваропроизводителя это будет доход от производства и продажи качественного молока. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов, Республика. Сразу после посещения завода, глава Чувашии Михаил Игнатьев отправился в Ибресе, где поздравил жителей района с Днем работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В фойе ДК развернулась ароматная выставка. Все, чем богаты фермеры, колхозы и сельхозпредприятия района, сегодня выставлены на показ. Фрукты, овощи, орехи, грибы, мед, разнообразная выпечка и молочные продукты. Глава региона обошел все стенды, отметив, что чувашский народ добивается хороших результатов только благодаря своему трудолюбию. Чувашскую народную песню о любви к родине, отцу и матери присутствующие в зале слушали стоя. Алран Кайми можно считать гимном людей, выросших на земле. Именно их сегодня чествовали в Ибресенском доме культуры. В самом начале по традиции подведение итогов сельскохозяйственного года. Для сельскохозяйственного производителя района 2013 год был напряженным и потребовал приложение больших усилий для преодоления последствий неплагоприятных погодных условий этого года. Тем не менее, по итогам работы агропромышленного комплекса района за 9 месяцев в целом сохраняется положительная динамика в его развитии. План сева яровых, зерновых и зернобобовых культур район выполнил. Погодные условия позволили заготовить корма в достаточном объеме, констатирует глава администрации. Ряд хозяйств сумели запастись кормом на два года вперед. Радуют успехами и животноводы. За 9 месяцев в районе произведено 1171 тонна мяса и 2753 тонны молока. Кроме поголовья свиней и лошадей увеличилось поголовье овец и коз. Но трудностей по-прежнему хватает. Небесная канцелярия в этом году не позволила аграриям выполнить план сева озимых культур. Кроме этого, остается острая потребность в новой технике и квалифицированных кадрах. Молодые специалисты неохотно отстаются на селе. Причина – низкая заработная плата. В среднем колхозники получают не более 6,5 тысяч рублей. Многие предприятия держатся на старых закаленных кадрах. Сегодня передовиков поощрили не только грамотами и благодарностями, но и денежными призами. Галина Титарчук, Андрей Спиридонов. Республика. В Чебоксарах отметили День памяти выдающегося деятеля культуры, педагога и ученого Ивана Яковлевича Яковлева. Патриарх ушел в 1930 году, но его имя навсегда вписано в историю не только Чувашии, но и России. Уроженец деревни в Симбирской губернии. Благодаря исключительно собственному таланту и упорству он сумел не только получить хорошее образование, но и открыть путь к просвещению всему чувашскому народу. Именно его можно назвать прародителем национальной интеллигенции. Открытая Иваном Яковлевым учительская школа стала родным гнездом для многих поэтов, писателей, общественных деятелей. Таких, как Константин Иванов, Максимов Кошкинский, Марфа Трубина, Даниил Эльмень и другие. Но главное его достижение – создание чувашского алфавита, благодаря которому чувашский народ обрел письменность. Совет отцов республики провел свой первый слет. В самостоятельную общественную организацию мужчины объединились недавно. Сегодня они расставили приоритеты и поговорили о ближайших планах. Первый слет отцов республики прошел при поддержке матерей. Участники собрания отметили – это не случайно, ведь решать им придется общие проблемы. То, что прекрасная половина не сможет обойтись без сильного плеча, стало ясно на прошедшем недавно съезде женщин. Именно тогда зародилась идея создания новой общественной организации. Первопроходцы должны подавать пример другим отцам. Количество разводов в стране не сокращается. Их причинами становятся алкоголизм, отсутствие собственного жилья, бесплодие супругов. По статистике, в прошлом году каждый второй брак закончился разводом. Работу по их профилактике необходимо усилить, отметили отцы. Молодость сегодня предпочитает небрачные отношения. Обнадеживает, что не растет количество разводов. На примере одной из районов Чувашской Редкозырки мы вам покажем возрастные рамки разводов за 12 год. Самый проблемный возраст 25-39 лет. То есть возраст, когда дети ходят в детский сад и учатся в школе. Я хочу, чтобы те слова, о чем мы здесь говорим, что мы обсуждаем, дошли до каждого папы, до каждого мужчины в деревне, в селе, в районах. Роль отца в воспитании ребенка не менее важна, чем материнская. Ведь каждый малыш нуждается в гармоничном развитии. На две недели раньше всех чебоксарцы увидели новую российскую ленту «Географ Глобус Пропел». На больший экран она выйдет только в ноябре. Предпремьерный показ устроили в честь десятилетия фонда «Чувашия». Представить картину приехали исполнители главных ролей, режиссер и продюсер. Что они рассказали о съемках и насколько достоверно удалось экранизировать одноименный роман Алексея Иванова, увидел мой коллега Дмитрий Ковалев. В кинокартине наши дни в одноименном романе 90-е годы. Перенеся персонажей книги на 20 лет вперед, авторам фильма даже не пришлось менять сюжет. Такая же молодежь и идеалы у них в чем-то схожи. Эта история произошла в обычной школе города Перми. Молодой преподаватель в поисках работы соглашается вести незнакомый для себя предмет. Но изучая географию, ему приходится искать и общий язык с ребятами, которые все время строят козни. Стать своим для целого класса ему удалось. Одна из учениц и вовсе влюбилась в учителя. Такой типаж меня притягивает. Я считаю, что такой типаж, как Виктор Слушкин, он очень притягателен своей глубиной, которая в нем безусловно какая-то бездонная, неимоверная. Он очень притягателен своими глазами, которыми он смотрит на мир. Они чувственные, они не пустые. Для Анфисы Черных эта роль стала настоящим подарком. Но раскрыть образ девушки, которая влюбилась в преподавателя, актрисе оказалось не так-то и просто. На съемочной площадке Константин Хабенский для ребят и действительно стал учителем. За советами многие обращались именно к нему. Роли учеников 10-го А исполняли обычные школьники. Настоящим испытанием для них стали съемки сплава по горной реке. Там на сплаве у нас был один момент, когда у нас человек из плота упал в воду. И такой момент был, он очень испугался. Это один был из зондеркоманды Деменев. Это был первый сплав мой в такой форме, учились сами. Нам помогали, правда, но как бы вот так получилось, без каскадеров. Сюжетную линию романа киношникам удалось перенести на экраны в точности. Одна из площадок – реальная школа, в которой учился и сам писатель. Уже до выхода в прокат картина удостоилась огромного количества наград. В том числе и Грам-при, фестивали, кинотавр. Изначально создатели фильма не ожидали такого успеха. Я и режиссер, и, наверное, все, кто принимал участие в этом фильме, все знали, что его может издать судьба такого архаузного типа. А может быть и, не побоюсь этого слова, полка, но получилось, как говорится, лучше всех ожиданий. Многие критики уже называют фильм открытием года. Отличные оценки ставят ему даже учителя, для которых в каждом регионе устраивают отдельные показы. Прокат картины выйдет уже 7 ноября. Мамаша Кураж и ее дети впервые пьесу Бертольта Брехта поставили в далеком 1941-м в Швейцарии. Ну а в 2013 году герои произведения заговорили по-чувашски. Сейчас на сцене театра юного зрителя в Чебоксарах идут репетиции. Пьеса немецкая, язык чувашский, а режиссер башкирский. Вот такой коктейль смешали в Чебоксарах на сцене театра юного зрителя. В конце ноября он должен вылиться в спектакль «Мамаша Кураж и ее дети». На самом деле я когда первый раз приехал и мы читку провели на чувашском, а я до этого на русском читал перевод, апта на русском, мне все время казалось, что на русском, я в воображении представлял, как бы это звучало на немецком. По-русски вот что-то теряется. Я думаю, сейчас еще с русского на чувашский еще больше потеряется, так волновался. А когда они начали на чувашском говорить, у меня такое ощущение, что Брехт на чувашском написал. На самом деле так сочно, они так говорят, вот, рать. Во время спектакля зрители сблизятся с героями, причем в буквальном смысле. Одна из задумок режиссера – посадить их как можно ближе к сцене или даже на нее. С учетом этого разрабатывались и декорации, и костюмы. Ставят спектакль в рамках проекта «Мировая классика на чувашском языке». Он получил федеральный грант. На премьеру зрители ждут 23 ноября. Ольга Перечкина, Евгений Анисимов, Республика. В Чебоксарах осенний экологический месячник продлевается до 10 ноября. В администрации подписано соответствующее распоряжение. Это вызвано тем, что погода не позволила уложиться в отведенные сроки до 28 октября. На сегодняшний день остается неубранная павшая листва в скверах, парках, во внутриквартальных и придомовых территориях. На территориях учреждений и организаций, а также в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. Далее в эфире разговор по существу с военным комиссаром Чувашской Республики Александром Макрушиным. А я с вами прощаюсь и желаю удачных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова